Ветки, пораженные туи, принесли навстречу специально очевидные доказательства развития паразитов. Массовое высыхание некоторых растений в Сочи заметили пару лет назад. И дело не в засушливом лете. Теперь ученым точно известны. Деревья портят мраморный клоп. Вместе с ним в списке поселившихся на курорте паразитов еще 27 видов. Они питаются, а значит губят плодовые субтропические виды. Мы всегда говорили о том, что когда сошитые вороны, эти поливатильные виды, которые имеют несколько генераций в течение года, самая эффективная борьба – это борьба с первым весенним поколением. Во-первых, они ослаблены зимой. И тем самым мы резко снижаем в самом начале года их численность, для того, чтобы в дальнейшем себя немножко обезопасить. Способов истребления вредителей много. Одни уничтожаются исключительно вручную, других одолеть можно только специальными препаратами. И если уж истреблять паразитов, то повсеместно. Точечная обработка не спасет. Если в одном саду от вредителей избавляются, а в соседнем нет, то эффективность работы первых сойдет к нулю. При этом в борьбе против насекомых далеко не все средства хороши. Специфика города, города-курорта, города насыщена водными объектами. Не всегда можно пользоваться теми препаратами, которые разрешены этими ограничениями. Массовая атака насекомых в прошлом летом стала показательной для всех озеленителей. Марокканскую суранчу ждут и в этом году, если не принять меры уже сейчас. Третье декады апреля – время, когда вредители начинают просыпаться, дабы сохранить самое ценное для Сочи, да и для всей страны в целом. Сегодня уже на федеральном уровне приняты кардинальные меры. С сельского хозяйства ушло заключение за подписью председателя общественной палаты о рассмотрении возможности включения ряд вредителей в список карантинных вредителей Российской Федерации. И действительно, прошло немного времени, специалисты Министерства сельского хозяйства рассмотрели данную проблему и пришли к выводу, что действительно большую угрозу наносят эти насекомые нашему городу. Шесть видов насекомых, которые только войдут в список карантинных, будут внимательно отслеживать на территории Большого Сочи. Руководители участков, где вредителей все же найдут, будут не просто обязаны срочно их истреблять, но и понесут ответственность перед законом.